Верховный суд Российской Федерации, состоящий из людей, имеющих юридические дипломы, но либо абсолютно не имеющих никаких фундаментальных юридических знаний, либо привыкших выносить свои решения по принципу «чего изволите», что, в общем-то, давно уже характеризует судебные системы как Советского Союза, так и нынешней Российской Федерации. Новым судебно-правовым перлом явилось разъяснение этим самым Верховным судом оснований считать сдачу в плен преступлением. Вообще, глядя на практику судебной системы страны-агрессора, диву даешься обилию правового идиотизма. И нынешнее разъяснение не является исключением. Итак, что же считается криминальным деянием в случае попадания в плен? Говорится, что сдача в плен при возможности решительного сопротивления является преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Преступным деянием считается также добровольная сдача противнику. При этом военнослужащий не подлежит привлечению к уголовной ответственности в случае, если он находится в беспомощном состоянии из-за тяжелого ранения или контузии и не может уклониться от плена. При этом, в случае добровольной сдачи в плен, по мнению Верховного суда Российской Федерации, военнослужащий может избежать наказания, если преступление совершено впервые, если военнослужащий принимал меры для освобождения и вернулся в часть, либо к месту службы и не совершил в плену других преступлений. Вот и повеяло идиотизмом, абсолютным незнанием правил и обычаев ведения войны, установленных международными конвенциями. Что, в общем, всегда было характерно для Советского Союза, его военной доктрины и его последыша в лице коммуно-чекистской Российской Федерации. И до сих пор, уже после полномасштабного вторжения, всячески пропагандировалась гибель, но никак не сдача в плен. И сам кремлевский фронтмен рассказывал сказочные истории о взорвавших себя последней гранатой, но не сдавшимся проклятым бандеровцам, которые будут мучить, издеваться и в конечном итоге все равно убьют. И вместо того, чтобы подтвердить, что сдача в плен при невозможности дальнейшего выполнения своих обязанностей военнослужащего, которое происходит не только вследствие тяжелого ранения или контузии, но и, например, ввиду отсутствия боеприпасов, отсутствия продовольствия, острых либо обострения хронических заболеваний, опять же, не позволяющих военнослужащему выполнять боевую задачу, выполнение приказа вышестоящих начальников о прекращении боевых действий и ряда других субъективных и объективных причин, которые я не буду сейчас перечислять из-за недостатка времени, но которые превращают военнослужащего из человека с ружьем в человека без ружья, который отнюдь не обязан с голыми руками бросаться на амбразуры, на танки и бессмысленно отдавать свою жизнь. При этом требовалось разъяснить, что в подобной сдаче в плен, как правило, не имеется даже признаков нарушения военной присяги ввиду того, что фактически наступает хорошо известное со Средневековья состояние филоны, когда субъект права, в отношении которого была произведена присяга, не смог выполнить свои обязанности перед присягнувшим, не обеспечил его вооружением, продовольствием и тому подобным для выполнения поставленной ему боевой задачи. Нарушением же присяги может являться либо открытый переход на сторону врага, либо дезертирство. Совершеннейшим бредом является обещание амнистии в случае, если попавший в плен военнослужащий принимал меры для освобождения. В международно признанных правилах обращения с военнопленными побег из места концентрации военнопленных, лагерь или сборный пункт является дисциплинарным нарушением и влечет за собой соответствующие санкции. По международному праву военнослужащий, оказавшийся в руках противника в собственной военной форме со знаками различия, обязан назвать свое подлинное имя, звание и номер части. А в дальнейшем для коммуникации с родственниками и иными близкими людьми военнопленный передает в Международный Красный Крест координаты для коммуникации и Красный Крест осуществляет требующуюся логистику. Любое отклонение от подобной схемы является нарушением международного права, обычаев и правил ведения войны. Понятно, что глупостью является условие для амнистии возвращения в собственную часть, либо к месту внесения службы после гипотетического побега из плена. А если в какую-то другую часть? А если он просто уходит в какие-нибудь партизаны? Чушь, а не определение. Что же касается так называемой добровольной сдачи плен, то понятно, что любая сдача, кроме попадания в бессознательном состоянии, является добровольной. И поэтому, если не оговаривается, что преступным деянием является именно переход на сторону врага с боеспособным вооружением и экипировкой, то фактически добровольность можно применить практически к любому военнопленному. Все, что я сейчас сказал, по большому счету относится к любым конфликтам между государствами, при которых объявлено состояние войны. Для полномасштабного вторжения в Украину был придуман термин «специальная военная операция», не имеющий при международных конфликтах никакого юридического смысла. Внутри собственных границ можно делать все, что угодно, применять любую терминологию и даже будучи, например, страной изгоем, не обращать внимания на нормы международного права. Но в подобных действиях не будет никаких военнопленных и, соответственно, не будут использоваться никакие правовые нормы по вопросам сдачи в плен. А вот в межгосударственном военном конфликте, в случае объявления войны, появляется юридическая категория врага, противника, появляются военнопленные. В истории же так называемой специальной военной операции, без объявления состояния войны с Украиной, никакого юридического понятия «враг» и «противник», на чью сторону кто-то может перейти, не существует. Пропагандистская терминология в виде нацистов, неонацистов, националистов, бандеровцев, киевского нацистского режима, хунты, не более чем ярлыки, пропагандистские штампы, не имеющие никакого правового определения. Ровно как и захваченные вооруженными силами Украины, участники так называемой специальной военной операции, фактически являются не военнопленными, а бандитами, задержанными за незаконное проникновение на территории Украины, при этом с оружием в руках, и за прочие криминальные действия на территории Украины. Граждане же Украины, как мы уже также неоднократно говорили, попавшие в руки этих самых бандитов, являются в первую очередь незаконно удерживаемыми, похищенными, которые должны немедленно освобождаться без всяких условий. Но это, конечно, если соблюдать международное право. Ну а тем, кто принимает участие в агрессии против Украины, являются ли они россиянами, представителями незаконных формирований, так называемых ЛДНР, или какими-либо сирийско-корейскими добровольцами, могу только посоветовать сдаваться в плен только один раз. И это не позор, не нарушение присяги, это просто отказ от участия в преступных действиях, нарушающих любые человеческие и правовые принципы. И вспоминая уроки Советского Союза в отношении военнопленных, помните, что Родина всегда вас ждет гостеприимно распахнутыми дверями тюрем и сибирских лагерей.